Чувак, да, перед тем, как ты посмотришь этот видеоролик, ты поставишь там видео лайк, подписываешься на мой канал и всё. В общем-то, больше ничего не надо. После выпитого алкоголя Сергей залкнул меня на кровать. Он нанес мне удар по лицу, совершил насильственные действия. 8 лет колонии строгого режима. Достаточно наказания. Он совершил преступление, должен это понять. На самом деле девочка хорошая актриса. Выпуск под названием «Разгар вечеринки» за пару недель набрал почти 9 миллионов просмотров в интернете. Что вы пили в тот день? Фотку. Сколько? На доноску. Полностью. А Диана Шурыгина стала самой обсуждаемой персоной февраля. Развелось очень много фейков. Они пытаются заработать на этом деньги. Пожалуйста, не ведитесь на это. После эфира общественность разделилась на два лагеря. Одни полностью поддерживают 17-летнюю Диану Шурыгину и считают её жертвой ужасного изнасилования. А другие уверены в невиновности 21-летнего Сергея Семёнова и считают, что мальчик стал жертвой расчётливой меркантильной девушки. Диане на лицо показывало только две эмоции. Презрение и радость. Она выпила пару стаканчиков. На донышке. На донышке твоя совесть. Когда девочку насилуют два раза за четверть, это о чём-то договорить. И её себе реально как-то. Редакция программы «Пусть говорят» решила поставить точку в этой резонансной истории. Поуслышите версию самого 21-летнего Сергея Семёнова, который сейчас отбывает наказание в тюрьме за изнасилование 17-летней Дианы. Диан, я хочу тебе сказать, чтобы... В разгар вечеринки продолжение. Редактор субтитров А.Семёнова